Здравствуйте! В эфире программа Код Добра, я ее ведущая Наталья Филова. Сегодня у нас в гостях Ольга Белая, директор по работе с клиентами проекта Мой Круг. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, Наталья! Сегодня мы будем говорить о карьере в IT. Это, наверное, одна из самых интересных и таких самых заряженных тем, как мне кажется, которые мы вообще обсуждаем в рамках программы. Первый вопрос у меня такой, ко мне на собеседование часто приходят люди, от них я слышу такое, во что бы то ни стало, хочу попасть в IT, они мне говорят. На какую угодно позицию, с какой угодно зарплаты, главное мне в это IT войти. Насколько оправдана такая позиция, на ваш взгляд? Знаете, мы тоже изучали этот вопрос, мы на моем круге делаем много исследований, проводим опросы среди IT-специалистов, разработчиков, не только разработчиков. В частности, мы спрашивали, какая была мотивация у тех людей, которые поменяли свою профессию, у них какое-то другое образование, другая профессия, они перешли в IT. И там очень интересно, на первом месте почти 60% людей говорят, что IT это мое призвание, это удивительно, да, мы думали, ну там деньги, может быть карьер, что-то такое, нет. 60% людей говорят, ну там можно было выбрать несколько вариантов ответов, то есть это мог быть не единственный ответ, не единственная мотивация. Но подумав об этом, кажется, что это очень понятно. IT это очень интересно. Я могу сказать, что когда я там больше 15 лет назад училась на программиста, и мой руководитель кафедры рассказывал про свою IT-юность, про суперкомпьютеры, про то, как они занимали целую комнату, как ты мог за ночь запустить только одну программу, если у тебя там ошибка, эта программа не выполнялась, и ты должен был весь следующий день это исправлять, чтобы в следующий день, может быть, она у тебя запустилась. Это было потрясающе интересно, и слушалось, ну просто как научно-фантастический роман. Но если посмотреть на это, на то, что происходит в IT сейчас, это по-прежнему научно-фантастический роман. Постоянно появляется что-то новое, что раньше казалось, что это сделать невозможно, становится возможным. IT проникает вообще во все зоны, все сферы. То есть, если посмотреть, какие компании ищут людей на моем круге, например, IT-специалистов, то это удивительно. От производителей каких-то пирожных до любителей внедорожных покатушек. Им всем нужны IT-шники, причем, если раньше это были какие-то задачи уровня, ну, для непрофильных IT-компаний, я имею в виду, какие-то задачи уровня, там, настроить 1С или сделать сайт, то теперь это совершенно другое. То есть, они, задачи, которые ставятся перед IT-шниками, они намного более связаны с бизнесом. То есть, IT-это по-прежнему очень интересно, и мне кажется, что это достаточная мотивация. Плюс в IT комфортная атмосфера, там такая строгая иерархия, все традиционно обращаются с другом на «ты», да, все как бы дружат, комфортные офисы, лояльное руководство к тому, что ты, может быть, приходишь на работу попозже или, там, иногда работаешь из дома. То есть, вот это все создает, ну, тебе там приятно работать, в IT работать приятно. То есть, и, может быть, я больше, чем уверена, что есть масса других интересных отраслей, например, космическая отрасль, или, может быть, какие-то научные исследования, но это более закрытые сообщества, и там, в принципе, меньше людей. То есть, я, например, живого космонавта увидела, ну, вот, буквально в этом году, в прошлом, в 2018 году я увидела первую жизнь живого космонавта, смогла с ним поговорить. А живого айтишника, ну, да, довольно просто, и с ним поговорить, и послушать, что он тебе рассказывает о своей работе. А, как правило, айтишники люди увлечены, рассказывают интересно. Поэтому вот эта вот история про то, что IT — это мое призвание, в IT интересно, в IT комфортно, она, мне кажется, очень значима для людей, которые выбирают IT. Второй по популярности ответ, там можно было просуммировать два, что я не вижу перспектив профессионального развития в своей текущей специализации, и мало вакансий в моей текущей специализации. То есть, это какие-то проблемы, ну, вот, да, с текущей профессией, с трудоустройством, с развитием, вот какая-то IT по сравнению с этим выигрывала. Третий популярность ответ, 30%, примерно, он занимал, это было финансы, да, в IT больше платят. И четвертая популярность, примерно, 20%, там было то, что в IT можно работать удаленно. То есть, это тоже было каким-то значимым фактором для 20% людей. Я, наверное, так начала все это рассказывать, сделаю маленькое отступление, предысторию, почему я пришла сегодня об этом говорить. Про мой круг скажу, два слова буквально, больше к этому возвращаться не буду. Мой круг — это такой сервис для поиска работы и для развития карьеры для IT-специалистов. И там IT-шники ищут работу, а работодатели, соответственно, ищут IT-шников, ну, очевидно. И почему мы вот делаем отдельный сервис именно для IT-специалистов, да, потому что нам кажется, что сейчас в IT так много специфики, и в процессе поиска работы тоже, что, ну, достаточно трудно искать, достаточно трудно этот процесс делать таким же, как и для других специальностей. Да, то есть, мы все время запускаем какие-то дополнительные сервисы, связанные именно с IT, чтобы помочь работодателю и IT-специалисту на раннем этапе лучше друг друга понять и познакомиться. Мы так шутим, мы говорим, что мы сервис для знакомства работодателей и IT-специалистов. Вот, ну, и мой круг является частью проекта Хабара, а про Хабар, я думаю, все знают. Ну, и про мой круг, в общем-то, тоже знают, потому что мы встречаемся, когда со спикерами, и очень благодарят, особенно за обзоры зарплат. Да, да, да. Когда мы говорим о карьере в IT, вот мне кажется, когда мы вообще говорим слово IT, это какая-то, получается, такая огромная-огромная большая солянка, потому что там для большинства IT, это, ну, и системный администратор IT, там, понятно, да, и разработчик IT, ну, и там тот, кто что-то там пишет, какие-то белые буковки, циферки на черном фоне, ну, и так далее. На самом деле это понятие еще шире. Что можно сказать, какие ключевые, там, не знаю, направления специалистов IT, для того, чтобы наши слушатели понимали, да, что, условно говоря, HR в IT, это тоже IT, и PR в IT, это тоже IT сейчас. Я с вами совершенно согласна, вот, и особенно про HR в IT. Вообще мы для себя, это такой спорный вопрос, такой немножко хлеварный, мы для себя решили так, что IT-специалисты, это и разработчики, и тестировщики, и менеджеры, и скрам-мастера, и продукт-менеджеры, которые работают с этими продуктами, и дизайнеры, причем они же сейчас самые разнообразные, от гейм-дизайнеров до графических дизайнеров, и до UX-дизайнеров, которые занимаются интерфейсом программ. Вот, и те HR-ы, маркетологи, пиарщики, которые работают в IT, мы их тоже подчисляем к IT-специалистам. И распределение получается примерно такое, мы по-разному считаем, но все время получается примерно одно то же, что две трети это разработчики, и одна треть это все остальные. Вот, а по поводу HR в IT я хочу сказать, что вообще там очень интересные процессы сейчас происходят, вот, формирование этой касты, не побоюсь этого слова, только положительное имею в виду, конечно же, вплоть до того, что HR учатся программировать. То есть есть прямо в рамках, есть школы для HR, которые хотят перейти в IT, да, где их учат многим разным вещам, но в том числе их учат там программировать, есть даже отдельные курсы по программированию для HR-ов. Цели преследуются две, это очень интересно. Первое, это лучше понимать программистов, и понимать, что их спрашивать, и что они тебе отвечают. А вторая цель, это, конечно, разнообразная HR-аналитика, которая имеет сейчас очень большое значение, и зачастую получается, что HR нужно уметь, ну, хотя бы что-то знать, какими-то навыками обладать, чтобы посчитать то, что ему поможет в его работе. И как, вот этот сакраментальный практический вопрос, как в IT все-таки попасть? Какие-то есть ли особенности того, как из других, ну, то есть когда ты уже в IT, понятно, да, ты как бы начинаешь между, да, ходить уже внутри, а когда ты не в IT, как тебе в IT? Вообще, ответ на этот вопрос, он зависит от многих факторов. Во-первых, от возраста человека, который спрашивает, от того, опять же, есть ли у него какое-то образование или нет, от города, где он находится. Но в целом, смотрите, опять же, мы вот изучали этот вопрос, и получается, что только 33% людей приходят работать в тот момент, когда у них есть высшее образование, остальные начинают работать раньше. Поэтому получается, что ответов несколько. Если ты сейчас студент или ты собираешься стать студентом, то, конечно, иди учиться на какую-нибудь IT-специализацию, но ключевой момент при выборе, там, может быть, вуза или там какой-то карьерный направлечь, искать те места, где на ранних этапах уже предлагают стажировки и какие-то совместные проекты с настоящими компаниями, с работодателями. Сейчас в массе вузов есть такие программы, когда компания, там, какие-то крупные известные компании либо ведут какой-то курс, либо ведут какое-то направление, либо у них какая-то даже кафедра, которую они спонсируют. Они приглашают студентов к себе на стажировки, и потом студенты начинают там работать. Опять же, маленькая байка, когда я училась, мой зав. кафедра и говорил, что если студент пока учился, ни рубля не заработал, я зря его учил. Это очень практический опыт, это даже более важно, чем диплом. Это одна история, да. Если, например, альтернативные способы образования, например, Сбербанк запустил сейчас такую, в этом году, запустил школу 21, она сделала по аналогу известной школы 42, которая есть в Париже и есть в Штатах, не помню в каком городе. И это совершенно другой формат образования для программистов. Туда не нужно сдавать экзамены, ну, скажем так, туда не нужно сдавать ЕГЭ, вот так. Там есть некоторые вступительные тесты, учат там 2 года, туда может прийти любой человек от 18 до 30 лет, он, по-моему, даже не нужно показывать аттестат, он проходит вступительные тесты, потом у него, у Сбербанка это называется бассейн, по-моему. То есть определенное время, в течение которого он учится, то есть он получает задачи, пытается их решить, и вот этот процесс продолжается. По результатам этого вот испытательного периода часть людей отсеивает, часть людей продолжает обучение. И вот они в таком формате 2 года учатся. Я не знаю, честно говоря, какой диплом дает Сбербанк, но суть в том, что за эти 2 года, посвященные только исключительно программированию, человек уходит готовым программистам. В Америке выпускников школы 42 с удовольствием разбирают все крупнейшие компании Силиконовой долины, Кремниевой долины, потому что они получают 2 года жесткой практики и решение программских задач. Если посмотреть на наше высшее образование, ну, например, 4-летняя бакалавра, или 5-летняя специалиста, или 6-летняя магистратура, и, скажем так, вырезать все, что дает общий кругозор развития мышления, я думаю, что мы получим те же самые 2 года чистого программирования. Другое дело, что общий кругозор развития мышления и все прочее тоже важны, то есть здесь нужно смотреть и как-то выбирать. Но это мы про студентов сейчас говорим, хотя в школу Сбербанка может и не студент уже прийти, главное, чтобы было меньше 30 лет. Если мы говорим про человека, у которого уже есть какая-то специализация, сейчас масса различных образовательных курсов, они есть офлайн, они есть офлайн, платные, бесплатные, по совершенно разным специализациям, в том числе и те, которые очень крупные компании, опять же, проводят с перспективы какого-то накопления кадрового резерва, это и Яндекс, и Мэйл.ру, и масса компаний. Есть и отдельные школы, там, Нитология, Отус, их вообще масса. Здесь, мне кажется, важно, во-первых, определиться, чему ты хочешь учиться, кем ты хочешь быть, и второй момент, это посмотреть, как школа помогает тебе потом трудоустроиться, потому что, опять же, это очень важно, ты выйдешь с сертификатом на рынок, но у тебя нет практического опыта, и что ты будешь дальше делать. И здесь, конечно, мне кажется, что хорошо, когда школа предлагает какие-то вакансии или советует лучших выпускников каким-то компаниям, посмотреть, какие есть у школы программы трудоустройства. И вот к вопросу о том, кем ты хочешь быть, чем ты хочешь заниматься, Яндекс недавно запустил новый формат школы, называется Яндекс.Практикум. Там очень интересно, потому что там пока не так много специализаций, но они вот только запустились в феврале, то есть в этом месяце. Но там про каждую специализацию очень подробно написано, чем ты будешь заниматься, какая у тебя будет зарплата, и там другие аспекты. И ты можешь почитать это и понять, что тебе кажется тебе ближе, что тебе кажется интереснее. Мне особенно приятно сказать, что данные о зарплатах они берут у нас, данные зарплаты у них из моего округа. У меня на самом деле вообще миллион вопросов родился, из-за того, что вы сказали. Но самое главное, наверное, то есть когда человек выходит с неким сертификатом, неважно там, у него сейчас есть проблемы в трудоустройстве, как у молодого специалиста, потому что при этом при всем мы все знаем и все испытываем на себе, в том числе, что не хватает IT-специалистов. У меня такое ощущение, что их разбирают, когда они рождаются. Знаете, там есть некоторая проблема. Это заключается в том, что если мы посмотрим на эту... То есть там такая как бы воронка. Там сначала такое узкое горлышко, через которое просачиваются мало джуниоров или стажеров. То есть на входе их стоит много, просачивается мало, потом они становятся медлами, и тут воронка становится резко шире. То есть как только ты стал медлом, у тебя масса предложений. Но пока ты стажер или джуниор, тебе сложновато. Хотя, опять же, вот мы проводили исследование, спрашивали, как долго вы искали свою первую работу, и сколько вы собеседований проходили. И там, прям, скажем, ну не очень много собеседований, не очень долго люди искали. То есть кто хочет, тот находит. Но в целом эта проблема все равно есть, потому что если ты берешь на работу человека, даже получившего какое-то образование, вуза или онлайн-школы, дополнительное профессиональное образование, и у него нет практического опыта работы, то все равно тебе нужно его учить. И это очень дорогой процесс. То есть я с разными компаниями об этом говорила. Ну это прям действительно дорого. И почему так получается? Ну, во-первых, этот человек все равно ходит в офис, занимает рабочее место, получает какую-то зарплату. При этом тебе нужно выделить время и силы какого-то из своих специалистов, высокого уровня желательно, который будет этого человека, ну, скажем так, учить, контролировать, проверять, советовать и так далее. И получается, что на одного человека уходит 20-25% какого-то ведущего специалиста. Одного стажера, наверное, брать, или джуниора, наверное, брать немножко, ну, скажем так, нерационально, потому что, может быть, у него не пойдет, или ты его выучишь, он уйдет, да, то есть, наверное, нужно уже там брать 2-3. И получается, что вот у тебя, мало того, что эти люди все обучаются, а из них получится, ну, может быть, один из трех, может быть, один твой будущий сотрудник, точнее, он останется твоим сотрудником впоследствии, но еще и ты тратишь, там, 70-80% своего ведущего специалиста, который занимается не столько реальной разработкой, сколько работа с этими людьми. И это, ну, проблема. При этом, надо сказать, что эти ведущие специалисты, кто-то из них хочет обучать молодых, а кто-то и не хочет, или не умеет, или, ну, разные бывают ситуации. Поэтому, в целом, это довольно трудно, довольно дорого. В крупных компаниях, там, есть целые отделы, которые занимаются вот этими стажировками, обучением и так далее. То есть, люди занимаются только этим. Но, это, действительно, большая компания, может себе позволить, какая-то маленькая компания, она идет вот по тому пути, что берет несколько джуниоров, и вот, дальше смотрит, что от этого получается. Но, при этом, надо заметить, что, такие сотрудники, они более лояльны, как правило. И, ну, скажем так, в каждой компании есть какая-то, ну, корпоративная культура, может быть, это такое уже, немножко заезженное слово, но, есть какой-то свод формальных, неформальных правил, как мы делаем, которые относятся и к, ну, скажем так, непосредственной работе, да, каким-то правилам и стандартам, и к какой-то неформальной части. Если ты человек обращаешься в коллективе, то он уже все это впитывает сразу, да, он уже знает и там, как мы с исходниками работаем, и как мы там, что-то еще, как мы неформально между собой общаемся. А если к тебе приходит новый человек, уровня мидл, или сеньор, например, да, старший или средний, у него уже есть какая-то сформированная в голове картина, да, может быть, с его предыдущей работы, и, с одной стороны, тебе все равно нужно тратить время, чтобы его адаптировать во все вот это, с другой стороны, он, может быть, не очень хочет адаптироваться, потому что он считает, что вот как у него в голове правильно, а у тебя не очень. Хотя, то есть, тут есть вот такие моменты, что джуниор растить в коллективе, в принципе, в этом есть свои позитивные моменты. Но, в целом, конечно, компании, особенно если у нее какая-то, ну, скажем так, срочная потребность, да, то есть, вот прямо сейчас нужно садиться делать проект, конечно, и проще, хотя, может быть, и дороже в процессе найма нанять медлов, чем джуниоров, потому что с джуниорами, это всегда история в долгую, всегда с некоторыми рисками, поэтому, ну, крупные компании балансируют, не таким крупным компаниям сложнее здесь. Ну, медлов-то на всех не хватит, как я понимаю. Медлов на всех не хватает, именно поэтому, я говорю, что компании делают какие-то свои школы, внутренние, внешние, с университетами, что-то придумывают, чтобы вот этот процесс каким-то образом все-таки происходил. Вы, там, исследуя, да, рынок, где видите наибольшие вот эти вот самые узкие места, да, кого больше всего сейчас не хватает, например? Ой, так трудно сказать, ну, конечно, больше всего не хватает всяких модных специализаций, дата-сайентисты, сайентисты, то есть те, кто занимается работой с данными, блокчейн-специалисты, особенно, ну, сейчас, может быть, чуть-чуть полегче, вот, чуть раньше, да, был безумный хайп, и кто, в общем, мало кто понимал, что такое вообще блокчейн, но блокчейн-специалисты были нужны всем. Смешную историю расскажу. Пришла на, у нас в Питере, есть очень сильное питон-сообщество, и они, у них есть и метап профессиональный, и какие-то неформальные встречи. Я вот на такую неформальную встречу пришла, ну, и там все знакомятся, кто не знаком, и рассказываю, кто чем занимается. Это было очень смешно, потому что каждый второй работал в финтех-стартапе или в блокчейн-стартапе, а, значит, каждый первый, точнее, как, неправильно сказала, 50% работали в блокчейн-финтех-стартапе, а второй 50% пришли, потому что им нужны специалисты, которые будут работать у них в блокчейн-финтех-стартапе. Ну, просто было, было очень правда смешно. То есть вот это, естественно, направление. Интернет вещей, все модное, потому что туда приходят какие-то, то есть потребность возникает, а люди не успевают так быстро обучиться. И даже, например, мы время от времени делаем метап, у нас даже на метапе была такая тема. Приходил рекрутер, рассказывал как раз про data scientist, по-моему, из кого их переучивать проще, кого вам нужно найти на рынке, если готового специалиста нет, кого вам будет проще переобучить, с какими знаниями. То есть какие-то такие. То есть как-то эти проблемы решаются постепенно, но если человек каким-то образом на эту волну хайпа попал, он может очень хорошо туда устроиться, быстро, и будут его разрывать на части. Если мы говорим о том, что программирование это как новая грамотность, значит ли это, что в ближайшее время вот эта вот кастовость, да, она потеряет как бы именно вот самые главные атрибуты, да, закрытость, элитность там и все прочее? Это такой сложный вопрос. На самом деле он делится на несколько частей. То есть смотрите, я такие провожу параллели, то есть вот, ну, где-то в начале 20-го века масса людей в России не умели читать и писать, да, то есть человек, который умел читать и писать, у него это был прям такой отдельный навык, которым он мог зарабатывать себе на жизнь разными способами, там, писать документы, переписывать документы, вспомним там великую классическую русскую литературу, правда, более раннюю, чем занимался наш питерский чиновник, как Аки Акадьевич, он переписывал документы, это была его работа. Сейчас, ну, понимаем, что это невозможно. Грамотными стали все, 100% людей в России, ну, я надеюсь, умеют читать и писать. Потом, лет 20, может быть, 25 уже назад, был такой прекрасный навык владения компьютером. Человек, который умел на компьютере запускать программы и печатать в Варде, это у него была прям отдельная профессия, очень востребованная. Сейчас это тоже странно, да, в общем-то все, ну, большинство людей, которые выпускаются из школы, да, умеют работать на компьютере, так или иначе. И с программированием, мне кажется, постепенно мы двигаемся в эту же сторону. Во-первых, ну, сейчас масса школ программирования для школьников. Прямо с 6-7 лет детей учат программировать. Конечно, они, может быть, не пишут какие-то программы, но они на языке алгоритмов формируют те или иные действия. И на самом деле это вот как раз тот самый навык формирования мышления, когда ты можешь разложить какую-то свою задачу на... Сначала ее декомпозировать, да, а потом, наоборот, синтезировать обратно, но уже в тех операциях, в тех терминах, которые понятны компьютеру. То есть на самом деле вот уже растет поколение, которое ему, ну, не 100% людей, ну, существенно большему проценту, чем раньше это навык приводит. Дальше есть еще другая история, которая происходит прямо сейчас, может быть, менее заметная. Она про решение бизнес-задач. Вот я, например, какой-то узкий специалист, не программист. И мне нужно запрограммировать какую-то свою деятельность, ну, там, какую-то часть своей работы, реализовать в виде программы, чтобы это было быстрее, точнее и проще. Что я сейчас делаю? Сейчас, ну, как типовой процесс, да, очень часто упрощенный. Есть какой-то бизнес-аналитик, которому я на языке бизнеса рассказываю свою задачу, он про это думает, на языке уже близком к коду излагает ее программисту, программист идет и пишет. На этом этапе возникают какие-то нестыковки, но в целом оно работает. Но мы понимаем, что тут задействованы целых три человека. Что происходит сейчас? Вот эти узкие бизнес-специалисты, кто, ну, скажем так, достаточно молодой и обладает каким-то гибким мышлением и способностью и желанием как-то развиваться, они учатся программировать сами, хоть чуть-чуть, хоть на одном языке. Им получается, что им проще освоить этот навык и уже самостоятельно вот этот весь процесс провести. Это, наверное, может быть, не очень оптимально, ну, то, что он создает, да, это, наверное, не является готовым продуктом, который можно там распространять как-то на рынке. Но, тем не менее, человек уже смог свои мысли и модели, которые у него есть в голове, вот на этом языке выразить, и зачастую это получается проще, быстрее, дешевле. Вот, и мне кажется, что в перспективе мы будем иметь такую картину, когда не то, чтобы 100% людей будут программистами, нет, но просто у разных людей будет развит навык программирования в разной степени. Кто-то будет действительно работать программистом 100%, а кто-то будет какие-то свои задачи решать с помощью этого. А кто-то, может быть, даже задачи решать не сможет, но у него все равно будет какой-то навык, который будет ему позволять более, ну, скажем так, грамотно и легко работать с программами или с какими-то скриптами. Да, может быть, он что-то чуть-чуть сможет делать, например, на каком-то скриптовом языке что-то писать. То есть, вот, мне кажется, что мы к этому прекрасному будущему придём довольно скоро уже. Самое интересное, что я недавно читала, ну, как бы изучала тоже этот вопрос, и выяснила, что в 84-м году, к стыду своему забыла, как зовут, забыла фамилию академика, он делал доклад ЮНЕСКО как раз о том, что программирование это, у него доклад назывался «Программирование вторая грамма». То есть, уже в 84-м году, ну, он, естественно, тоже занимался программированием, исследованиями этого, вот, академик Российской академии наук, вот он уже об этом рассказывал, ну, какой российский, не российский ещё было, ну, неважно. Ну, в общем, он уже делал такой доклад, то есть, эта тенденция, она вот тогда уже прослеживается, как это неудивительно. Сейчас дети учатся программированию, взрослые учатся программированию, совсем взрослые, наверное, тоже учатся программированию, Получается все, ну, как абсолютно такое отличное сравнение, да, с грамотностью, с письмом. Все учатся программированию. А есть ли войти тогда возрастной ценз? Там нижняя граница, ну, 18, понятно, ну, а может, и не 18, верхняя граница, то есть кого, например, не ждут войти. Знаете, это все очень сильно размывается. Опять же, вот мы спрашивали, в каком возрасте вы начали работать, ну, там, немножко по-разному или разным специализациям, но в целом, там, 20-21, это уже возраст начала работы. Ну, то есть мы получаем то, что человек закончил школу в 17-18, два года поучился, там, закончил какой-нибудь второй курс и начал работать. В принципе, я тоже начала работать, например, со второго курса, да, сначала какие-то были, ну, какие-то стажерские задачки, а потом уже, в общем, вполне реально. С другой стороны, если мы посмотрим на возрастной ценз, то тут тоже все очень интересно, потому что есть такая вещь, как устаревшие технологии. То есть это то, чем, ну, назовем их молодыми программистами, не очень хотят заниматься, потому что это не перспективно, потому что ты умрет, зачем я буду тратить на это свое время, силы становиться в этом профессионалом, если я потом не смогу это применить. Те хотят заниматься новым, хайповым и интересным. Но при этом есть какие-то большие проекты, разработанные на старых технологиях, есть какие-то задачки, которые, например, многие научные задачки до сих пор лучше всего решаются на Фортране, потому что это очень древний язык, но, тем не менее, он был предназначен именно для решения научных задач, и вот хотя ему страшное количество лет, даже боюсь сказать сколько, но по-прежнему есть люди, которые на Фортране программируют. В этом смысле для меня такой прям хороший пример, в США есть такая компания, она называется, по-моему, Кабол Ковбойс, если я ничего не ошибаюсь, не путаю. Там работают пенсионеры, которые в свои молодые годы, в 20-30 лет, писали на Каболе, потом они естественным образом там как-то ушли на пенсию, но проблема в том, что в США до сих пор большое количество финансовых систем работает на Каболе. Кабол такой язык, который был таким уже древним, когда я еще училась. То есть мне просто тогда пришлось с ним как раз столкнуться именно в проекте, который был связан с переписыванием системы с Кабола на там другой язык программирования, более современный. Но это очень большие системы, очень дорогие, переписывать их очень дорого. Поэтому, по крайней мере, пока они существуют, пока они не переписаны, их нужно поддерживать. Естественно, молодежь не хочет учиться Каболу, кому он нужен. Поэтому эти старички отлично нашли свою нишу, они поддерживают этот самый Кабол, и все у них хорошо. То есть получается, что, в общем-то, пределов нет. Пока у тебя ясный ум и руки попадают по клавишам, в принципе, ты можешь работать в IT. Да, может быть, ты будешь не на переднем крае, не на хайпе, но у тебя будет своя ниша. На Хабре, кстати, масса всяких статей, которые пишут люди сами про то, как я в 40 лет переквалифицировался из кого-то в IT, там, не знаю, в 35-45. Можно, кому, например, хочется, но страшно, можно пойти почитать. Это прямо такая прекрасная моральная поддержка. Там очень подробно расписывают, где учились, какие были трудности, как устроились на работу. Ну, в общем, люди просто пишут о своем жизненном пути, то, что им хочется поделиться, но, мне кажется, это такая ценная информация для тех, кому это тоже интересно. И мы еще тоже выясняли, является ли возраст препятствием для того, чтобы взять начинающего специалистов на работу. Ну, то есть 20-летнего вы, например, возьмете, а возьмете ли вы 40-летнего. И там есть, конечно, некоторая доля предубеждения, но она не такая большая, как выяснилось. То есть для большинства людей смотрят на профессиональные и личные качества человека, а на возраст смотрят, ну, какой-то процентов 20, по-моему, или 25 смотрят на возраст, но не более того. То есть все реально. Об одной из самых интересных тем, поговорим о зарплатах в IT. По вашим данным, да, я увидела, что в 2018 году, ну, в целом, да, зарплаты на 6% выросли при официальной инфляции в 4%. Ну, в общем, не такой большой рост, но показали. С чем это связано? Потому что IT, все-таки, тем не менее, традиционно воспринимается достаточно большими зарплатами и с достаточно большим прогрессом по их росту. Ну, я думаю, что тут есть несколько факторов. Во-первых, ну, то, что в среднем выросли на 6%, это значит, что где-то, например, вообще не выросли, а где-то выросли больше, чем на 6%. То есть мы видим, что в регионах, например, зарплаты подрастают, в Москве и Питере меньше. Или, например, мы видим, что у каких-то специализаций, например, опять же, зарплаты подрастают, а у маркетологов, например, наоборот, падают. То есть там, если смотреть на каждую отрасль, там везде все по-разному. Можно у нас в блоге посмотреть, у нас там прям подробный отчет по разным регионам, по разным специализациям. Ну, тут мне кажется, что дело в том, что, ну, скажем так, зарплаты уже достаточно хорошие. И при том, что, безусловно, при трудоустройстве специалисты смотрят на размер зарплаты, компании уже начинают конкурировать с какими-то другими факторами. И какие-то другие факторы тоже приобретают большое значение. То есть, например, и это не только наше исследование, я, например, недавно читала аналогичную статью в Forbes. Они писали именно про IT, про вакансии, на что смотрят специалисты при трудоустройстве. И там получается, что, да, деньги это важно, конечно, там официальное оформление, все вот это, но это уже такой, ну, как бы гигиенический фактор, да, то есть подразумевается, что мне будут платить нормальную зарплату, подразумевается, что меня официально трудоустроят, все такое. И люди начинают больше интересоваться другими вещами, какой проект я буду делать, а для чего он нужен, а как он вообще согласуется с моими там личными ценностями, в какой команде я буду работать, в каких условиях. То есть, что часто пишут компании, они пишут, и с чем, например, мы как сервис пытаемся бороться всеми способами. Они пишут, комфортабельный современный офис, кофе, печеньки. Классно. Проблема в том, что у разных людей разное понимание, что такое комфортабельный офис и все прочее. То есть, например, для многих важно, я буду сидеть в кабинете один, нас будет несколько, или это будет open space. Про режим труда почти никто не пишет. А мне, например, важно, мне нужно приходить в офис там в какое-то определенное время, или у меня будет там гибкий график. Какая у меня будет команда? У меня будет команда 5 человек, или у меня будет команда 15 человек. Какой у нас будет процесс разработки? У нас будет много совещаний, у нас будет мало совещаний. То есть, есть масса вопросов, которые касаются процесса разработки технологий проекта, которые для людей важны, которые они оценивают, чтобы понимать, будет им комфортно или дискомфортно. Соответствует это их, ну, скажем так, личным предпочтениям. В вакансиях в кармане, как правило, ничего не пишут. Ну, вот об этом. То есть, до сих пор, очень смешно, да, и я про это всегда говорю, скажу еще раз. Мы все говорим, у нас рынок кандидатов, кандидаты выбирают. С чего начинается каждая первая вакансия? Слово требования. Ребята, если у нас рынок кандидатов, кандидаты выбирают, начните с другого. Напишите, как ему будет у вас работать. Требования тоже напишите, конечно, это тоже важно. Но переверните хотя бы у себя в голове ситуацию, и поймите, что вакансии, не помню, сейчас точная цифра, но вакансии растут существенно, количество вакансий растет существенно быстрее, чем количество программистов, а их уже сейчас не хватает. И этот разрыв все время увеличивается. И мы понимаем, что, ну, по-честному, да, если мы говорим, что у нас рынок кандидатов, давайте соответственным образом кандидату и рассказывать про то, что ему интересно. А ему интересно про проект, про технологии, и про то, как все это будет выглядеть, как будет выглядеть процесс. Ну, и компенсация, конечно, тоже интересна. Вот, поэтому мне кажется, что конкуренция за разработчиков, она сейчас не на уровне финансов уже, а на каком-то другом уровне, да, идейном, понятийном. Ну, кстати, очень-очень важен, например, тоже фактор, который очень важен, указывает, это менеджмент, да, грамотность менеджмента, вот это вот все связанное с управлением. То есть расскажите, кто у человека, кто будет его руководителем, да, чтобы он, ну, какие-то такие вещи, да, важные. Ну, я вот почитала как раз это исследование, там оно было просто о лучших работодателях, да, при этом при всем, ну, адекватность, она была сформулирована как адекватность зарплаты, да, и при этом при всем программисты отметили, что компании показывают низкую адекватные зарплаты. С чем это все-таки связано? С тем, что, ну, можно же сравнить, ну, это из серии, там, с безногим или с одноногим себя, да, с западным рынком, да, с зарубежным, например, рынком, а можно сравнить с каким-то региональным, например, рынком. Вы знаете, там вообще с этими исследованиями все очень интересно. Мы запустили сервис оценки работодателей, где бывшие текущие сотрудники могут по определенным критериям оценить своего работодателя, соответственно, текущего или бывшего, ну, и еще написать какие-то текстовые комментарии. Критериев там 12, и, во-первых, мы выяснили очень интересную вещь, что чем меньше компания, тем выше оценки ей ставят сотрудники. То есть это вообще очень удивительно, но мы понимаем, что если мы говорим про большую компанию, да, ну, это наша гипотеза, да, почему так, то в представлении разработчиков есть некоторые топ-менеджменты, некоторые магические они, которые за все отвечают. И, естественно, в этой ситуации человек всегда недоволен, ну, там, более или менее. Всегда кажется, что платить мне могли бы и побольше, там, ДМС мог бы быть и получше, и так далее, и тому подобное. Вот. А если мы говорим про более маленькую компанию, то разработчик, как бы, ответственность, она делится на меньшее количество людей, и человек больше понимает, что на него лично она тоже ложится, и у него больше понимания, что многое зависит от меня. И, соответственно, все вот эти факторы он оценивает, ну, скажем так, более трезво, да. Вот, это один момент. С другой стороны, ну, да, с чем сравнивают разработчики? Конечно, многие сравнивают с работой за границей. И про это, например, тоже на хабре масса всяких статей про людей, которые переехали в разные страны, Чехия, Германия, США, Голландия, что угодно. И они пишут, сколько они зарабатывают, сколько они тратят. Просто часто разработчики смотрят на размер зарплаты, но при этом не учитывают какие-то реалии, ну, какую-то специфику, а сколько при этом стоит жилье, какие ты будешь платить налоги, и сколько у тебя в итоге на жизнь-то останется, вот, после всего этого. Вот, а с регионами никто, естественно, сравнивать не хочет. Москва-Питер не хочет сравнивать с регионами, потому что в регионах, конечно, ситуация, ну, скажем так, не такая приятная, и наоборот, да, люди из регионов сравнивают зарплату с Москвой, с Питером и туда переезжают. Кстати, мы тоже выяснили интересную закономерность. Если сравнивать зарплаты офисных удалённых сотрудников, то получается, что в Москве офисные сотрудники получают больше, в Питере немного больше, а в регионах удалённые сотрудники выигрыши. То есть мы понимаем, что если человек не переезжает физически, он при этом всё равно переезжает, так сказать, интеллектуально. Он просто начинает работать на какую-то компанию удалённую, чтобы у него зарплата была выше, чем в регионе. Вот в этом же исследовании мне вообще просто интересно вызвал такой акцент по поводу грамотности менеджмента, да, вы об этом говорили, что это оценивают как важное, да, и при этом при всём говорят о том, что у работодателей в большинстве случаев грамотность менеджмента довольно низкая. Вы знаете, это вообще такая, это моё личное мнение, да, мне вообще кажется, что с управлением в России большая проблема. У нас мало мест, где хорошо учат управленцев. И это прямо, ну, прямо проблема, потому что, например, в Европе, ну, у них есть, например, стандарт MBA, можно говорить, что он хороший или плохой, там обучение на кейсах – это хорошо или плохо, но, тем не менее, там много вузов, где учат управленцев. А у нас их не так много, и, ну, как бы, получается, что не очень люди понимают, как их надо учить. Да, у нас не очень понимают, что управление – это вообще отдельная функция. Ну, наверное, уже как-то понимают. Ну, в общем, с этим сложно. И поэтому, да, действительно, ну, действительно, это такая проблема. Да, и пока непонятно, как её дышать. А что происходит? Ну, один из традиционных способов – да, расти здесь специалисты-управленцы. Ну, таким образом можно потерять хорошего специалиста и получить плохого управленца. Ну, мне кажется, что это лотерея, на самом деле. То есть, да, традиционный способ, но это лотерея, потому что иногда человеку, ну, к человеку компания везёт, например, у него есть какие-то, например, задатки. Или он очень любит учиться, он сам читает литературу, проходит какие-то тоже онлайн-курсы, каким-то образом стремится повышать свою квалификацию именно в этом направлении управления. А иногда не везёт. Да, то есть человек как специалист хороший, а как управленец у него нет данных. Да, ему это, может быть, не нравится, не близко, психологический тип у него не подходит. Ну, разное бывает. Вот, поэтому этот способ, ну, такой понятный, да, понятно, почему так происходит. Но не всегда хороший. С другой стороны, если брать, например, специалиста, который именно специалист в управлении, но ничего не понимает в предметной области, в этом есть там другие плохие стороны. Вообще, вот по поводу повышения специалиста на управленца, есть такая полушутка полуправды про то, что каждый человек профессионально растёт до тех пор, пока он не достигнет уровня своей некомпетентности. Это вот очень грустно звучит, но, к сожалению, с многими управленцами так и получается. Мы заканчиваем уже наш эфир. Вообще, мгновенно пролетело время. Очень интересная тема. Буквально на 15-20 секунд. Как вы думаете, что самого важного будет происходить в 2019 году в этой отрасли? Знаете, IT такая неподказуемая вещь. Я даже не искну прогнозировать. Я думаю, что просто все те тренды, которые есть сейчас, они будут усиливаться. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за внимание. У нас в гостях была Ольга Белая, директор по работе с клиентами проекта «Мой круг». Будьте в тренде. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова